добренького этот немножко приболел так что если в течение видео буду наматывать сопли на кулак прошу понять и простить на самом деле вообще не понимаю как это могло произойти тем не менее в обзоре сегодня будет неоднозначный инструмент а именно монтажные пилы инструмент неоднозначен тем что не дает идеально ровного реза вроде бы маятник вроде бы заготовка хорошо зажимается но нет смещение всегда происходит на несколько миллиметров с данным инструментом я достаточно хорошо знаком поскольку все сварщики которых я знаю поначалу пробовали именно монтажные пилы впоследствии они менялись на ленточные и основная проблема заключается в том нет не в кривом резе поскольку это все перекрывается сваркой все это зашлифовывается и получается в целом неплохо основная проблема то что эти пилы очень сильно пылят здесь стоят абразивные диски поднимается облако пыли искры металлическая стружка и помещение бокс в котором происходит работа становится непригодным для этой самой работы на самом деле решений этих проблем достаточно много в основном да это замена на ленточную пилу с сожем или на диски с победитовыми напайками работать можно на улице или если нужно работать недолго поскольку монтажная пила конкретно это или это стоит примерно как хорошая уши м к не отличная уши м к просто хорошая уши м к но рез под 90 или 45 с ними будет выполнить намного проще сегодня у нас два претендента внешне практически одинаковые пилы вихрь и штурм мощность вихря две с половиной тысячи штурма 2600 максимальная глубина реза вихря 115 миллиметров штурм 110 миллиметров ну давайте будем рассматривать наших пациентов начнем пожалуй с пилы которые стоят немножко дороже и которая немножко мощнее разница в цене между вихрем и штурмом 2000 рублей на картинках они выглядят в принципе одинаково так что эти будем искать где зарыта собака и почему они отличаются в цене на две тысячи рублей коробки абсолютно одинакового размера упаковано все это дело абсолютно одинаково вот она пила по моему она чуть чуть тяжелее или мне так показалось в принципе очень даже может быть что показалось пакетики сверху у них абсолютно одинаковые брусочки подложены абсолютно одинаковые а нет у вихря запакован в пакетик стяжка на них одинаковая до вихрь поднялся несколько грубее но штурма что-то тут с кожухом или он так и должен так и должен быть и вот начинаются различия шнурки шнурок от вихря пластик от штурма резиновый толстенный и да их стандартная как эта штука стандартная липучечка с помощью которой можно будет скрутить кабелёчек обратно вроде бы мелочь а штучка на самом деле прикольно кожухи дребезжат в принципе одинаково у штурма тут еще одна бирочка висит 25 месяцев гарантии предохранительный цепок выполнен также на них одинаково пружины одинаковые можно продолжать до бесконечности инструкции и у вихря потоньше у штурма потолще и щетки визуально у штурма больше мощность на 100 ватт больше и вот этот список сходства и мелких различий можно продолжать на самом деле бесконечно все эти пилы и так или иначе будут одинаковые примерно в одной ценовой категории что деволтовские пилы что метабовский болезни у них у всех одни и те же конструктив у них всех один и тот же на наших пилах уже стоит предустановленный абразивный диск 355 миллиметров у штурма он с маркировкой штурм у вихря ноу-нейм ну вроде бы как внешне одинаковый далее регулировка фиксации здесь есть вот такой рычажок который позволяет нам быстро выдвинуть упор чтобы положить сюда заготовку приблизительно догнали до заготовки а потом уже поджимаем через резьбу у вихря конструктив в принципе тот же самый на самом деле конструктивные особенности можно показывать на какой-нибудь из одной пил у оппонента будет все идентично конструктивно маятник жестко закреплен на станине то есть сама пила у нас не поворачивается поворот осуществляется путем поворота прижимной планки здесь есть градация по углам с две стороны 13 15 0 и 45 градусов осуществляется это путем отжатия двух винтов мне интересно снизу есть гайки нет гайки приварены то есть работать будет достаточно удобно у штурма система аналогичная идет закрепленный ключик очень нежный ключик который можно будет попускать эти болты или заново поджимать когда будем выставлять угол далее есть подобие регулировки по глубине пила или это какой-то упор на скорее всего это упор чтоб пила не проходила глубже чем позволяет станина зачем на этих пилах выставлять глубину реза мне непонятно далее замена оснастки осуществляется путем все того же ключика который у нас лежит диск откручивается и есть вот стопор который фиксирует диск на штурме система аналогичная чуть-чуть опустим вот она есть рисочка куда упирается упор и рисочка нет две штучки есть но хотя бы не крутить диск на 360 градусов уже хорошо снимаем убираем ключик на этих пилах кнопки тут стандартно с фиксацией зажали фиксатор где фиксатор все фиксатор зажали пила у нас постоянно работает можно подсовывать заготовочку допустим если мы напиливаем какими-нибудь пилочками и спокойно опускать до отрезать мне нравится как вот этот кожа бьется в станину и это камень в огород производителя неужели нельзя было сюда прилепить какую-нибудь резиновую зубышку чтобы чуть-чуть смягчать этот удар этот присутствие вихре это присутствует на штурме то есть все одинаково просто какой-нибудь резиновый пластиковый упорчик вот сбоку они сделали пластиковый чтобы меньше прибежал можно было добавить что-нибудь и вот сюда вниз или на кожух и говорится логика всегда можно до чего-нибудь докопаться давайте включим проверим кажется все мы разобрались где закопаны у нас две тысячи рублей разницы в сыне у вихря нету плавного пуска и при мощности в два с половиной киловатта он аж подпрыгивает на самом деле не очень комфортно у штурма мягкий пуск он медленно разгоняется и пила стоит на месте давайте наверное скинем крышки посмотрим на коллекторы я полностью разбирать их не собираешь целый геморрой будет и опять-таки качество внутреннего исполнения у нас полностью одинаково видны следы облоя это металлический корпус коллектор у вихря но может быть чуть чуть поменьше чем у штурма но совсем незначительно также видны следы облоя бронирования нет но для монтажной пилы бронирование в принципе нафиг и не нужно крышечки у нас также полностью одинаковые только что разного цвета я вот думаю давайте поставить на вихрь от штурма кстати говоря замена щеток чтобы заменить щетки нам все равно придется скидывать вот эту вот крышечку поскольку она прикрыт прикрывает быстрый доступ к щеткам крышечка устанавливается вот таким вот образом и кстати говоря штурму черная идет больше нежели чем синий чтобы поменять щетки и все равно придется скидывать доступ к щеткам достаточно простой быстрый и удобный то есть принципе все вот она и вся разница получается штурм дает более мягкий более толстый шнурочек качественный так скажем и плавный пуск вихрь ну в принципе ничего такого особенного нет по идее не должны работать одинаково и вот чтобы дальше продолжить обзор пойдемте что-нибудь попилим у меня есть 100 профильная труба то есть плюс-минус максималка для каждого из этих устройств и вот тут у нас первый интересный момент профильная труба 100 на 100 стенка 3 миллиметра под вихрь как-то можно еще подсунуть хотя все-таки немножко цепляется за диск а вот штурм без подложечки вообще никак заявленная глубина реза штурм 110 вихрь 115 однако сотка уже не ложится возникшая проблема номер два профильную трубу 100 на 100 у нас разрезать не получится мы начинали с подложечкой и вихрь начинает упираться корпусом в заготовку если убрать подложечку положить поменьше все равно упирается корпусом заготовку поэтому пришлось от нее вообще избавиться тогда вихрь кое-как доковырял нашу заготовку то есть заявленная высота 110 115 скорее всего относится непосредственно к угол именно профиль с равными сторонами пилить не получится у штурма подъем меньше чем у вихря следовательно со штурмом пришлось колдовать несколько больше чем с вихрем но в принципе готов сказать что это возможно да прям до самого конца мы не дорезали остался краешек но он легко обламывается также вынужден отдать должное что рез приблизительно 90 градусов получился те самые приблизительно 90 градусов пока что придраться не к чему ладно меняем заготовку на 75 уголок толщина стенки 5 миллиметров и вот здесь к вихрю особых претензий у меня нет 75 уголок в него поместился просто изумительно отрезал он также все изумительно а вот штурмик опять пришлось подсовывать только с подложечкой именно 75 уголок под пильный диск не влезает а далее проверим рез под 45 градусов для этого нам необходимо совершить кое-какие манипуляции с нашими пилами а именно послабить два болта и повернуть прижимную пластину на тот самый угол 45 градусов есть специальные рис очки и рис очка есть на корпусе самой пилы опытным испытуем им в этот раз будет профильная труба 40 на 40 толщина стенки 2 миллиметра хочу также обратить внимание что при резе в 45 градусов высота пропила у нас несколько падает то есть максимальную заготовку можно будет ставить 60 но для вихря возможно в 80 миллиметров а вот и очередная проблемка со штурмом то есть когда мы начинаем зажимать заготовку прижимной планкой в упорную планку поднимает вверх и выгибает то есть таким образом мы можем спокойно погнуть станину на несколько резов это никак не отразится но если работать постоянно под углом 45 градусов боюсь что станина станет винтом и сразу же после косяков плюс штурма он пилит много чище то есть видимых загусенцев как таковых нет чтобы сложить две заготовки от вихря придется это все дело дополнительно зачищать также хочу отметить что угол 45 градусов на заводских настройках у штурма получился практически идеальным отклонение возможно в полмиллиметра а вот у вихря с углом 45 градусов ничегошеньки не получилось отклонение в 23 миллиметра это уже серьезно на самом деле это все легко лечится если не забуду покажу в конце видео и так у нас были в принципе две абсолютно одинаковых пилы внешне но при работе показали несколько разные результаты у штурма мне естественно понравился мягкий пуск плавный пуск прям приятно работать с пилой вихрь сразу же срывается куда-то понестись и загусенцы вихрь оставляет намного больше нежели чем штурм но вот заготовками да возможно можно попустить цепок и штурмик чуть-чуть чуть-чуть как-нибудь куда-нибудь вверх и подскочит но мы работали на заводских настройках и как здесь все настроено мне понравился только упор то есть он выдержан в угол 45 градусов получается вот она у нас идет шкала 45 и стоит рисочка на станине у штурмика тоже самое 45 и рисочка мы поставили рисочку и в принципе рез 45 у нас получился отличный здесь же нам придется чуть чуть играться то есть заводить дальше чем за рисочку возможно возможно в идеале придется чуть-чуть проточить вот это гнездо чтобы чуть-чуть дальше становился то что угол 45 у нас не сошелся до 90 то есть надо чуть-чуть чуть-чуть разворачивать далее у меня серьезные претензии по поводу высоты пропила да я понимаю что можно взять какую-нибудь линеечку припустить пилу это намерить свои 115 можно 250 до хоть 350 намерить однако реальные условия работы диктуют нам свои правила не вот с какой заготовкой работать по высоте 115 вот так вот что ли ставить какой-то листовой материал чтобы отрезать 115 не выйдет 75 уголок вихрь до отпилил нормально со штурмиком все получилось не очень но сотый профиль даже вихрь как бы пилить особо отказался то есть трубу 80 на 60 80 на 40 даже 100 на 80 вихрь пили пили перепили с первого раза со штурмиком придется играться но опять же это все такие мелочи на которые можно спокойно закрыть глаза стоимость пил не такая уж и высокая а работу они выполняют достаточно эффективно также со временем возникнет проблема когда диск сточится примерно до сюда то есть сколько здесь 5-6 сантиметров пила перестанет эффективно работать то есть она вообще ничего не будет пропиливать только на новом диске и получаются такие резы а еще у меня есть один очень существенная вихрь вот вот эта вот штука теребонька я пока работал она мне просто задолбала если вроде бы конструкция та же самая но когда просто вот трогаешь пилу ничего не происходит вихрь вообще на все реагирует и вот эта штука постоянно стучит опять же с учетом стоимости этих устройств я не скажу что это очень серьезная претензия кстати говоря 0 на вихре выставлен нормально 45 почему-то не очень возможно при гравировке кто-то дрогнул и соскочила шкала возможно проблема скрывается в чем-то другом и так разница в цене две может быть две с половиной тысячи в зависимости от сайта где брать у вихре вы получаете большую глубину пропила получаете загусенцы меньшую точность но это все лечится у штурма вы получаете намного меньшую глубину пропила чем у вихря но получаете мягкий пуск и перед штурм несколько чище на самом деле плавный пуск это ну такая достаточно копеечная функция я не понимаю почему ее нет вихре было бы прикольно то уложит вот эти вот ключи а неужели нельзя было чуть-чуть металла добавить от мы просто винтик затягиваем но блин ну и что это за пластилин на самом деле вот как вот как вот эта штуковина может идти в комплекте это чё за закорюкер штурмика вообще все то же самое блин вроде бы сэкономили вот на самом том на чем нельзя экономить люди как бы будут работать этой штукой и есть еще один такой очень интересный момент на самом деле эти пилы практически вечные движки достаточно мощные меньше двух киловатт торцовочную пилу по менталу монтажную пилу смысла брать нету прослужат они очень и очень долго запасные щетки в наверно поставите лет через пять после того как пила поработает но есть один очень интересный нюанс щеткам надо давать притереться достаточно долго то есть наваливать сильно на пилу не надо сильно давить ее вниз также не надо если давить именно на храпом они быстро сгорают то есть сгораешься электрон сплавляется там и статор и ротор и по гарантии кстати говоря эту фигню менять никто не будет потому что когда вскроют посмотрят будет сразу видно что спалена именно вами блин ну вот эти ключи это реально нечто вот почему просто два ключа вот так вместе не сложить и не сварить тогда хотя бы хоть какая-то жесткость была еще на гаечку фиг попадает он постоянно проскакивает в общем к этой пиле нужно будет взять дополнительный ключик эта штука сразу же идет в мусор и даже на металл наверное не примут поскольку здесь металла как такового и нет это по моему просто одна сплошная краска в общем у меня на этом все до новых встреч